Великий пост не диета, а богоугодные дела, помощь людям. Впрочем, совместные акции Московской епархии областной станции переливания крови проводятся постоянно и регулярно. Ранее в стенах отделения переливания крови Одинцовской ЦРБ. Ныне впервые мобильный пункт развернулся в православном социальном центре при Гребневском храме. Русско-православная церковь не остается в стороне от страданий, тяжкоболящих и нужд медучреждений, осознавая острую необходимость пополнения банка донорской крови. Церковь, в принципе, не против трансплантологии, то есть пересадки органов, а кровь является одним таким же органом. Поэтому в церковно-православном учении нет никаких противоречий с пересадкой. А дальше это уже вопрос показаний медицинских, насколько в данном конкретном случае показаны переливания или не показаны. Это уже вопрос к врачам. Но принципиально противоречий с церковным учением здесь нет. Поэтому ранним утром 28 марта, войдя в социальный центр, каждый потенциальный донор заполняет специальную анкету и отправляется к терапевту. У нас происходит осмотр, врачебный осмотр донора. Очень скоро сделать это уже нелегко, поскольку желающих пополнить банк донорской крови оказалось весьма много. Забегая вперед, привезенные с запасом реагенты в этот день использованы все. После измерения уровня артериального давления, выявления противопоказаний и сверки данных с базой, определяется группа крови и уровень гемоглобина. Далее обязательный чай и, наконец, кресло для забора крови. Кровь пополнит банк крови Московской областной станции. Ну, наиболее болезненный вопрос в любой службе крови любого региона – это, в первую очередь, удовлетворение детских учреждений, потребностей детских учреждений, системы родовспоможения. Ну, а потом уже, извините, ну, как говорится, уже взрослое население того, что… Ну, опять же, приоритеты отдаются наиболее тяжелым и сложным больным. На призыв церкви одинцовцы откликнулись горячо. Пришли прихожане храмов, семьи и не только воцерковленные. До начала уроков успели учителя, представители общественных организаций, общественная палата, коммерческие предприятия. Священники также не остались в стороне. Анну Сафарову многие знают как прихожанку Георгиевского собора. Ей, как матери, воспитывающей тяжелобольного ребенка, помогают многие. Но и она живет по принципу – помогая другим, помогаешь себе. Я воспитываю болящего ребенка. И вижу, как люди помогают, посторонние люди помогают моей семье. Я решила тоже дать свою частичку, чтобы тоже кому-то я могла помочь. Для Сергея Сармина, члена Одинцовской общественной палаты, это донорский дебют. Кровь сдают впервые. Все прошло отлично. Хотелось бы все-таки помочь детям, но в принципе, ведь не имеет значения, да, ребенок это или пожилой человек. Имеет значение сам факт помощи. Я очень этому рад, потому что являюсь православным христианином. И, конечно, рад, что именно на территории церкви, на территории православного центра проходит такая акция. То есть благословление церкви не имеет значения. Не поэтому ли данная акция прошла обезоборочно? Кстати, стать донором можно в любое время и вне акции. Главное – соблюдать установленное правило, которое опубликовано на сайте ядонор.ру, а также в открытом доступе в Одинцовском отделении переливания крови на Можайке 55. В силу особенностей женского организма, у дам возможности для сдачи крови уже. В год они могут стать донором максимум четыре раза. Мужчины – пять. Поэтому, отправляясь на станцию переливания крови, необходимо еще раз внимательно прочесть требования, утвержденные Министерством здравоохранения. Общепринятая во всем мире физиологически безопасная для человека норма сдачи крови 450 мл. Вообще, специалисты областного центра переливания крови в Одинцове испытали легкий шок, поскольку не ожидали такой донорской активности. Всего сдать кровь пожелали 130 человек. Пройдя медосмотр, к сдаче допущено около ста. Получилось более 40 литров консервированной крови, спасающей сегодня чью-то жизнь. Ольга Винтер, Одинцовская, Благочинение, телекомпания Одинцова.